И увернулся от мяча, тем самым принеся очко. 25.19, у нас готово флеш-интервью. Готово интервью? Да, Ирина, пожалуйста, слушаем вас. После первой партии поговорим с мастером спорта России по волейболу, ветераном башкирского волейбола Радиком Каримовым. Радик Римович, первая партия позади, мы одержали победу. И вот как надо сейчас здесь уральцам, чтобы одержать успех в следующих сетах? Ну, я, во-первых, поздравляю всех любителей волейбола этой прекрасной игре с праздником, который сегодня у нас есть. И смотрит его, я думаю, во всей республике Башкортостан. Ну, судя по первой партии, нельзя какого-то давать окончательного прогноза. Надо сказать, что все команды, которые играют в первой восьмерке, очень сильные. И предсказывать что-то на будущее и на кого выйти достаточно сложно. Наши на хорошем уровне сыграли благодаря еще, наверное, все-таки тем соревнованиям, которые прошли накануне. То есть они участвовали в челлендж-капе и дало определенную закалку, проверка связи очередная. Я думаю, что вот это все тоже поможет нашим игрокам в дальнейшем вот в этих вот интереснейших встречах, которые ждут нас еще. Ну, вот вы заговорили о Кубке вызова, Урал уступил в финале. Как думаете, что не получилось? Вы знаете, наверное, все-таки те люди, которые стояли на ту сторону сетки, это, во-первых, сыгранные игроки, опытнейшие игроки. Там игроки, которые 40 лет сейчас играют до сих пор в одной и той же связке, в тех же командах, в одной и той же команде. Поэтому я думаю, что у нас команда очень хорошая, во-первых. И я думаю, что за нами еще будут победы. Спасибо большое, Радик Римович. А я напоминаю, мы беседуем с ветераном башкирского волейбола Радиком Римовичем Харимовым. Я передаю слово нашим комментаторам. Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Да, спасибо Радику Римовичу. Соглашусь, я думаю, что это он говорил о Самуэле Папе, который уже вот-вот 40 лет исполнится, если не исполнилось, доигровщику итальянскому. Ну, это легенда волейбола, можно так сказать. Да, не можно. Ну, вы не ошибетесь, если так скажете. Вы так сказали, и мы с вами соглашаемся, Андрей. Да и много игроков просто от отличного, высокого уровня в пьяченце играет. Один этот Симон, чего стоит. Мы в прошлый раз о нем много говорили. Человек, у которого высота съема мяча почти 4 метра. Ну, одна эта цифра говорит за себя. Конечно, Александр Фейн, но и MVP челлендж-кап Лучано Де Чекко. Во многом благодаря нему пьяченце удалось пройти этот турнир, внимание, без единого проигранного сета. Вот не поднимал я, статистику не смотрел, но почему-то мне кажется, что это какой-то рекорд. У нас начинается второй сет с атаки Павла Абрамова. Сразу он снимается с подачи Тодора Алексеева. На тройном блоке ударит 4 по 4 через Тодорова. Классика волейбола, очень эффектная атака. Что достаточно-таки сложно сделать на Тодорове. Произвести такой удар, но Паша большой мастер. Тоже опытнейший игрок. Хорошая подача висота, прием на заднюю линию и Родичи на тройном блоке. Спиридонов в защите. Ой, Павел молодец. Да, ну это просто мяч. Просто передавил, выдавил из рук мяч в аут. Великолепно. Это чисто на опыте сделано. Хотя тут и силой какой надо обладать. Павел очень атлетичный игрок. Давайте посмотрим. Там сразу 4 руки против его одной были. Попробуй продави. Пайп Алексеева. И снова в защите Урал поднимает. И от рук Родичева отыгрывается в аут Висота. Родичев чем-то недоволен. Идет в судье. Я думаю будет видео. Просит видео повтор. Да, видео повтор. Ну вот, сейчас посмотрим мы как работает. Заступ попросил. Я думаю, что отскок. Мяч от блока. Поговорите в аут или в поле. А, заступ на подаче. Не было заступа. Заступа не было. Не было. Ну все, они использовали. А, я не знаю, под ваш? Да, есть такое правило. Сейчас как раз мы о нем расскажем. Для тех, кто не знает. Хотя многие в курсе, я думаю. У каждой команды есть право использовать в каждом сете такое обращение вот к этому видеорегистратору, так называемым, как он, соколиный глаз. Ну не соколиный глаз, это, по-моему, система видеоповторов, она так и называется. Будем вещь своими именами называть. Так вот, если ты использовал свою попытку и ошибся, то у тебя сгорает вторая попытка. Второй, а если использовал и оказался прав, то у тебя есть второй шанс. Но вот Сургут свою попытку использовал и ошибся. Второй попытки в этой партии у Сургута уже не будет. Да. Совершенно верно. 4-1 Урал впереди. Павел Абрамов подает. Хороший подачинский, но там отличный прием. Да, помешал сейчас Висотто. Павел сыграет в защите. Давайте посмотрим. Не знаю, сложно сказать, успевал ли Абрамов. Но не будем это считать ошибкой Висотто. В любом случае, самое главное это сниматься. Спадать с соперника, тем более, когда уже было несколько брейков в начале, по-моему. 2 получается. 5-2. А, 3 было брейка. 5-2 Урал впереди. И Алексей Казаков подает. У Алексея в этом сезоне 11 есев. Плюс одна. Уже в этом матче 11 было до сегодняшней игры. 12 есев. Есть у меня статистика первой партии. Самым результативным игроком оказался Алексей Спиридонов. У него 6 очков. 62. Очень высокий процент в атаке. И великолепный прием. Да, всего 4 раза принимал. Это, кстати, немало. Потому что равномерно подавали сургутяне. По 6 раз принимали Абрамов с Вербовым. И 4 раза с Спиридоновым. Но вот у Спиридонова прием едва ли не лучший. 75%. Алексеев от блока отыгрывается. И первый брейк. Партии у Газпрома Югры. Давайте еще посмотрим, что можно отметить. Два блока Ащева. Всего 4 блока. Урала в первой партии. Казакова и Абрамова еще по одному. Продолжает отлично подавать. Переходящий мяч попал по Алексею Вербову. Извинил сейчас Алексеев. Очень сильный удар был. И в лицо попало. А, нет. Гораздо ниже. В ногу. В бедро, можно сказать. Или в живот. В общем, было больно. Еще один эйс. Родичев. И уже 6-5 впереди. Газпром Югра. Родичев отомстил за эйс первой партии. Алексея Спиридонова. Который также. Только... Да, у них 1-1 может быть. 1-1, да. Родичев выбросил точно так же, как сейчас Алексей это сделал. Но вот Газпром первый раз за игру выходит вперед. Отличная подача Родичева сейчас была. Но это на сей раз ошибка. Максим, говорите почаще про подачу. Отлично. Сургута. Ну, у нас управляется подавать Влад Жлоба. Вот этот планер. Тактический. Показали трибуны. Кстати, у нас на матче сегодня присутствует чуть ли не весь состав. Футбольного клуба Уфа. Здесь они в первом секторе расположились. Да, Алексеев на двойном блоке не прошло. Но когда уже остался один Висотто, Алексееву труда не составило его переиграть. Да, Андреящев там поднялся вместе со связующим, ожидая передачи первому темпу. Артем Смоляр подает в сетку. Аж ошибается Артем. И отправляется на подачу Алексей Спиридонов. Ну, сейчас посмотрим, будет ли ответ Алексея Спиридонова. Хорошая была подача, переходящий мяч. И сам же Алексей пайпом. Просто выносит Либера с площадки. Вы читаете мои мысли, Андрей. Отлично. И подача, и пайп. Ну, здорово. Атака прямо в имени Алексея Спиридонова. Я думаю, если Алексей так и будет в дальнейшем в своей карьере нападать пайп эффектно, то можно и назовут. Нет, ну здесь все просто идеально было сделано. Тут Влад прочитал грамотно. Выбрал атакующего своего. И получается, Алексей практически без влока нападал на голой сетке. Что довольно эффектно. Да, был забавный эпизод в матче в Пьяченце. Во второй игре финала Челлендж Кап. Когда Алексей Спиридонов, он играл после, ну не травмы, как после болезни. Несколько дней лежал с температурой под 40 градусов. Не тренировался. Выпустил его фрегон только в третьей партии. Но успел он завести там итальянские трибуны. Даже скандировали его фамилию. И что-то там еще на итальянском. Но несложно предсказать, что там за слова были. В общем, вывел он из себя и команду там. Симон на него очень недобро смотрел. И болельщики. Но я думаю, что болельщикам это самим понравилось. Ну, в общем, никто не остался недовольным. Алексей приносит болельщикам изюминку в волейболе. Да, Урал там проигрывал. Проигрывал, причем шансов у команды было не так уж и много. Пьяченцы играли просто великолепно при своих трибунах. Вот и Спиридонов там, можно сказать, немного взбодрил всех. Ну вот, Рафаэль Хэппибуллин поменял Либера. Я так понял, по жесту его то, что Снегирев остается в площадке. Да, он поменял Смолер у Либера. И вот... Еще один брейковый мяч. Снова вперед выходит Газпром Югра. Отличная подача Шульги. На этот раз справляется Абрамов и сам в атаке. На одиночном блоке не забывает, да. На этот раз Мысин ошибается. Мысин ошибается, опять далеко отправляет мяч в Вау. Хотел сыграть по рукам, но у него это не получилось. 9-9. Давайте посмотрим в повторе. Да, мяч высоко на Паула пролетает. И очень далеко улетает Ваут. Продолжается игра первым темпом Тодоров. Очень эффектная атака получилась. 10-9. Вот уже игра приняла такую картинку, какую и ожидали от нее болельщики. Очень все будет напряженно. Атака Вау... Подача Ваут, извините. В исполнении Тодора Алексеева. Параллельно смотрим за тем, что происходит в других городах. В Грозном началась игра... Кисловодский, точнее, где Грозный принимает матчи Суперлиги. Кузбасс выиграл первый сет со счетом 25-20. Леандро Висотто. Отличная подача. И переходящий мяч Алексей Казаков. Попадает по лицу Сергея Шульге. Там, по-моему... От руки отскочил. Сейчас мы на повторе, наверное, это увидим. Извиняется Казаков. Давайте повтор посмотрим. Да, по лицу попал Алексей мячом. Но это не со злости, не специально. Так же, как не специально Тодор Алексеев попал в Вербова. Это волейбол. Мяч летит с такой скоростью. Здорово. Вербов играет в защите. И еще одна атака Висотто забивает левого. Забивает левого. 12-10. Ну вот теперь Урал впереди. Качели у нас. Очень интересный второй сет. Посмотрите сейчас, насколько позднее Родичев выпрыгнул. Тодоров как будто там на табуретке стоял. Завис просто над сеткой болгарин. Да, ошибается Висотто на этот раз. Ошибается. Не знаю, зачем он решил подавать планер. Может передернуть принимающих сургутских, чтобы они допустили ошибку. Недоволен Анжелина Фрегойна. Кстати, сидит, в отличие от своего коллеги Рафаэля Хабибулина. Не часто увидишь вот так, как итальянец наш проводит матч не на ногах. Так не получилось. Хорошая атака у Урала, но получилась неплохая, скажем так. И вот со второй попытки Урал забивает Алексей Казаков на этот раз. Первым темпом 13-11. Да, Мысин там перебрасывал мяч. Снова Казаков. Очень много Влад играет с центральными. В отличие от Фаласки, который не так часто доводит мяч. Для первых темпов. Да, может быть поэтому и какой-то неожиданностью стало. Для сургута вот это вот. То, что Влад очень много задействует первых темпов. Правильно Вы сказали, Максим, что Фаласка меньше пасовал на нюбов. И на разборе игры нашей противниками, они, думаю, что уделяли многому это времени. Ну, есть свои плюсы. И у Фаласки, и у Влада жило бы. Конечно, мы желаем скорейшего выздоровления испанцу. Ну, сложно сказать, как я понимаю, пока нету таких прогнозов совершенно точных, когда восстановится Мигель. Ну, сегодня с утра он уже выходил на тренировку. Прошелся по залу и ушел. Да, но тренироваться не смог. Тренироваться не смог. Еще подача Казакова. Родичев атакует, но блок смягчает. И атака Урала. Что первым темпом? Нет, Спиридонов от блока в аут отыгрывается. 15-12. Алексей опять эмоционально это все сделал. Пытается... И картинно, как в Яралаше, упал на пятую точку. Не пытается завести соперника, но почему-то ребята не реагируют на него. Ну, это тоже, наверное, часть тренерской установки. Так, ну, здесь ошибка, шульги, да, с чужой стороны. Здесь ошибка, чтобы видно, с чужой стороны. Вы все мои слова один в один сейчас повторили. Мне в какой-то момент, видимо, надо было просто остановиться. Да, да, на этом повторе было хорошо видно. Вот просит командной игры Рафаэль Толгатович. 16-12. Урал впереди. Очень эмоционально он это просит. У нас обсуждения тоже идут. Тактически, я думаю, сейчас сохранить счеты. Пригоне там, говорил, с весот-то и особых установок команде он не намерен сейчас давать. Ему нравится, как играют его подопечные. А вот Хабибуллин призвал к тому, чтобы не пытались тянуть там в одиночку эту встречу, а пытались сыграть командой. 16-12. Урал впереди. Казаков на подаче. А вот это Алексей. Совсем чуть-чуть не попадает он в поле. Ну вот, отправляется Алексей Родичев теперь на подачу. Мы помним, чтобы он в первой половине второй партии сделал эйс. Ну вот, посмотрим, как сейчас он это произведет. Ошибается, молодец. Недоволен чем-то. Алексей Родичев чем-то недоволен. Да-да-да, что он подал в сетку. Почему-то недоволен тем, что он подал в сетку, да? 17-13. Урал впереди. Владислав Жлоба будет подавать. Да, сильно. Там неожиданный отскок от троса был. Но Кабишев в защите сыграл. И атака Урала Алексея Спиридонов. Черпачком таким. Ударом из 90-х, можно сказать. Крюком. Да, не часто встречается в современном волейболе этот прием. Но вот Спиридонов им пользуется. И мы видим, что ему это нравится. Довольно неожиданно, потому что, смотрите, как в Жлоба как будто специально в трос подает. Аут. Да, Ваут подает Мысин. Нет уже повтора у «Газпрома игры», но, по-моему, в правилах... Судья отменил второе решение. Да, нет, по-моему, касание блока вот этот видеоповтор, система видеоповторов не регистрирует. Давайте еще раз посмотрим. Нет, мяч, мне показалось, прошел выше. Да, он сперел. Точнее, между рук Андрея Ащева. Но судья принял решение отдать в пользу Сургута. И сейчас Леонтьев вышел из Сургута. Сначала отдал в пользу Урала, но тут после совещания с коллегой. 18-14. Ну, сохранили интригу орбита. Ну, там, может быть, один заметил, второй нет. Скорости такие в волейболе. Ничего удивительного. Спиридонов перебрасывает через двойной блок. Но здесь Родичев отлично прочитал. И тут мяч в голову Спиридону попадает после атаки. Ай-яй-яй. Заблокировал Тодора Ащева. Перевисел, можно сказать. Засунул свою ручищу на сторону. В нашу сторону. Заигрались немного уфимцы в этой партии. Все складывалось хорошо. Ну и Влад решил, да, такую сложную передачу на Ащева отдать. Авантюру провернуть. Не удалось. 15-18. Дмитрий Леонтьев подает. От троса мяч смягчается. И высокая передача на Висотто. Снова Висотто. Дает раз быстро и забивает. Вот со второй попытки с быстрого мяча Лео. Хорошо. И с четвертой зоны дважды подряд нападал. Но не так хорошо получается. Атака вот с того. Края сетки. Но проходит. 19-15. Спиридонов будет подавать. Ошибается Алексей. Не стал я говорить, что летит у него сегодня подача специально. Чтобы не сбить ее. Видимо не во мне дело, Андрей. Получается, что вы правы, Максим. Ну сейчас. 16-19. Шульга подает. Спиридонов в приеме. От передачи на Абрамова. Здорово. Кабишев, но Ащев здесь всю свою злость от того неудачного розыгрыша вложил в мяч. Злость и мощь. Да, да. Но там чуть ли не террафлекс от такого удара может потрескаться. Был бы паркет, он его попаловал. Думаю, да. 20-16. Андрей Ащев. Хороший, сильный планер. И задняя линия ошибка. Ошибка Родичева. Очень круто Алексей хотел забить. Ударил в трос. Может быть передача недостаточно высокая была. Мы, наверное, сейчас повтор не успеем посмотреть уже, потому что... Готовится еще одну подачу исполнить Ащев. Да, на этот раз планер там под заднюю линию. Ох ты, заблокировали Тодорова. Еще один блок. Еще один блок. Отлично. На передней линии у нас сейчас был Павел Абрамов, Алексей Казаков и Леандро Висотта. Перерыв сейчас должен взять, я думаю, Рафаэль Толгатович. Вот классный повтор с этой стороны. Эмоции Висотта. Нет тайм-аута. Свисток на подачу. Двадцать два шестнадцать. Андреащев подает. Вот для себя. Хороший прием был за себя. Немного расклеилась игра у Родичева. Так, ну вот отомстил Тодоров. Казаков заблокировал, однако здесь не получилось сняться с подачащего. А с Ругутяном и Лео Висотта забивает. Двадцать три шестнадцать. Здорово играет Урал. Были некоторые опасения перед этой встречей о моральном состоянии ребят после двух подряд поражений от Пьяченцы. И мы видим, что все в порядке с командой. Ух ты, какая высокая произошла атака. Да, ну и мяч хорошо полетел. На пятую зону, в самый уголок. Семнадцать двадцать три. Тодор Алексеев. Хорошо, как укоротил. И Павел Абрамов забивает. Двадцать четвертый мяч. Хорошо, хорошо, югорцы шли. Первую половину второй партии. Да. Ну, расклеилась игра и перестала получаться. И этот сет может закончиться еще хуже для них, чем первый. Первый, напомню, со счетом двадцать пять девятнадцать Урал выиграл. Отличная подача Висотта. Но через тройной блок Родичев забивает. Хорошую траекторию выбрал Алексей и отыгрался в аут от блока. Восемнадцать двадцать четыре. Тодоров будет подавать. Не самая сильная у него подача. Да. Я думаю, не должна составить нам проблем. Должна составить точку в этой партии. Вербов хочет пасовать сам. И Висотта ошибается. Да, немного низковата для Висотта была эта передача. А Павел Абрамов понимает, что... Павел Абрамов понимает, что... Так, что, не стали пользоваться? Не стали брать видеоповтор. Мне кажется, просто хотел... Алексей Спиридонов попросил просто использовать. Посмотреть в деле. Еще раз. Не... Ух ты... Защиты. Защиты. Забивает защита Алексеев. Ну вот о чем я говорил. Ну вот перерыв последовал. Что эта партия может стать хуже, чем первая. Но... Вот три брейка подряд. И уже 20-24. Газпром-югра подтягивается. Мне кажется... Решили на фарт. Слишком много сетболов у Урала. И чтобы... Холостыми не стрелять. Не стали брать видеоповтор. Потому что там аут был очевидный. Сейчас Алексей попросил у Влада по передаче чуть-чуть пошире давать. Так как какие-то нестыковочки происходят. Но это и понятно. Потому что Влад на тренировках больше играет игроками других первых темпов. С Алексеем Самойленко. С Холоши. Кто, кстати, сегодня пасовал на тренировке? Да, ну вот, отлично. И забивает Казаков. Вот только попросил. Сразу же Влад исполнил. И вторая партия за нами. Ты кто сегодня пасовал на тренировке вместо Мигеля Фаласка? Никто. Тренировка была произведена. Подача прием. А, сегодня в день игры. Да, не стали делать игровой тренировки. Да, ну вот радуется Алексей Казаков. Не думаю, что по душе пришлись его вот эти радостные эмоции игрокам «Газпрома» и «Угры». Но у нас готовое интервью. Ирина Селимгареева. Если готова, то можем начинать. Вместе с нами сегодня смотрит волейбол нападающий футбольного клуба Уфа Михаил Маркосов. Михаил, ну вот, вы не первый раз на волейболе, я знаю. Какие впечатления сегодня от матча? Ну, видно, что Урал настроился. Команда хочет победить. И все для этого делают. Ведут со счетом 2-0. И, надеюсь, в дальнейшем закончат партию со счетом 3-0. Вы думаете, победим сегодня, да? Уверены? Да, я уверен, что победим. Потому что, ну, видно, настроены ребята. Хотят победить. Глаза горят, видимо. Вы тоже яркий представитель игрового вида спорта. А волейбол когда-нибудь играли? Не, я только в школе играл. В волейбол так. Ну, люблю играть. Хорошая игра, интересная. Но, не, роста, наверное, не хватает. Ну, что бы вы посоветовали сейчас уральцам, чтобы они вот не растеряли преимущество и все-таки победили, как вы сказали? Ну, надо держать себя так же. Концентрация, чтобы была максимальная. И все выполнять на максимуме. И все будет хорошо. Главное, добить соперника, не давая это послаблений. Кстати, а что скажете о сопернике? Какая команда, на ваш взгляд? Ну, они тоже стараются. Видно, бьются за каждый мяч. Но видно, что Урал сильнее. И могу не спросить вас о футболе? Как ваше самочувствие? Вы выздоравливаете? Нормально все? Да, иду на поправку. Доктора, медперсонал старается. Поэтому уже потихоньку-потихоньку начинаю приступать к тренировкам. Думаю, к концу моей дисквалификации буду в полной, ну, в хорошей форме уже. Спасибо, Михаил, за интересное интервью. А я напоминаю, ты был нападающий футбольного клуба УФА Михаил Маркосов. И передай слово нашим комментаторам. Спасибо, Ирина. Спасибо и Михаилу Маркосову. Хорошо, что идет на поправку Михаил такими темпами. Было страшнейшее столкновение. Не знаю, на мой взгляд, конечно, я смотрел эту игру футбольного клуба УФА. Это была первая игра после зимнего перерыва. Кстати, слева это японский футболист-легионер ФК УФА. Сайто его имя. Помогает ему. Играли, кстати, два года назад сборной Японии со сборной России. Здесь на УФА-арене матч мировой лиги. К чему я это? К тому, что японцы уже у нас на волейболе были. Да, так вот, страшное столкновение было в той игре футбольного клуба УФА. Вот Михаил столкнулся с вратарем команды соперников. Оба получили травмы. Ну, вот, к счастью, лучший бомбардир ФК УФА поправляется. Да, у нас началась третья партия. И сразу с такого розыгрыша затяжного. А, вот аж так будет. Весота. Ну, хотел аккуратно положить мяч под линию, но у него это не получилось. Казаков чуть ли не самым активным в этот розыгрыш был у уральцев. Он и блокировал, и страховал, и боролся там над сеткой. У нас такая высокая достаточно линия атаки сейчас. Весота, Казаков, Абрамов. Я думаю, все... О, блок Смолера. Да, ну такой блок должен разозлить Спиридонова в мяч. И очень сильно отскочил. Вот Сургут выходит вперед. 2-0. Просчитал просто Артем ситуацию. Скинул руки в нужный момент. И мяч такой силой отскочил обратно в Алексея. Испугал здесь сейчас Малера Казаков. Махнул просто рукой на этой стороне. Но вот второй попытки Абрамов не добивает. Через двойной блок здесь Вербов просто великолепно играет. И на этот раз Весота, да, от двойного блока. В команде Сургут произошла замена. Между партиями вышел Артем Хапибуллин. А связующего поменял. Поменял Сергея Шульгу. Рафаэль Толгатович. Ну, ему что-то нужно было менять. И вот он решил поменять пасующего. Да, ну какая-то замена напрашивалась. Не знаю, связующего надо было менять. Или кого-то из доигровщиков. Ну, конечно, сложно. Отличная пара доигровщиков здесь сейчас в составе у Газпрома игры. Замена какая-то была нужна. Ну, вот решил поменять связующего. Главный тренер Газпрома игры. Но Артем очень давно в Сургуте играет. Он еще играл, когда играл Пламян Константина в команде. Еще в те времена. Когда играл Пламян Константина в Сургуте. Артем тоже уже был в команде. Андрей, извините. Висота здесь в Жлобе подсказывает, видимо, какую передачу ему лучше отдавать. Хоча атака здесь была очень неплохая. Атака была хорошая. Это нюансы, но они быстренько уходят в нее. Аут ошибается в Мысин. С надеждой так смотрел Антон сейчас на главного арбитра, на Владимира Олейника. Сюзю на вышку. Демяч очень далеко улетел в аут. Павел подает на Родичева. Не лучший прием, но на одиночном блоке остался Мысин. И атака Урала. Спиридонов не забивает. С первой попытки. Я понимаю ваши эмоции, Андрей. Я понимаю эмоции Анжелина Фригони. Да, кому перебрасывать мяч на другую сторону? Нельзя таких допускать ошибок. Мы догадались, не разобрались. Здорово, Верба в приеме. Надо забыть просто эту ошибку, которая была. Ну вот Алексей ее забывает. На одиночном блоке Атова уводит. И Алексей удачно четвертой зоны атакует. Не давай никаких шансов. Защитникам достанет этот мяч. Аут. Аут. Просит Смоляр касание увидеть. Но мы-то на повторе увидим, было касание или нет. Ну, двое судьи сказали, что нет. Давайте посмотрим. Нет, Артем убирал, убирал, убирал. Далеко мяч был от рук Ащева. Ну, через двойной блок Мысин не перебивает. И Весота на тройном. Тоже не перебивает. Да, там результативный блок. Оказывается, 5-5. Вдвоем там Смоляр вместе с Алексеевым закрыли уфимского бразильца. Ну, кстати, по одному блоку всего лишь было во второй партии. У каждой из команд у Урала это Весота сделал результативный блок. А у соперника так, причем Весота заблокировал у нас Алексеева как раз. Максим, а мне кажется, что Сургут стал как-то поживее, более активно играть. Ну, ему терять-то нечего, в отличие от предыдущих партий. Но Сургут начинал неплохо. И это эйс. Эйс в исполнении Владислава. В исполнении Владислава Жлобы, я бы сказал, и Сергея Снегирева, который умышленно пропускал мяч. Нагибался, да, но там мяч много попал в поле. Еще одна подача Жлобы, 7-5 Урал впереди. Но вот на этот раз сильно. Спиридонов там заблокировал скидку. И здорово, Абрама в защите. Ну, вы ошибся, Артем решил перекинуть мяч. Работную произведение. И не добросив. Не добросив, он хотел сбросить во вторую зону под сеточку, но не получилось у него. Мяч приземился на их поляне. И еще те, 8-5. Такое чувство, что Газбром Югра не верит просто в свои силы. В принципе, вот эта ошибка, которая сейчас была у гостей, была похожая у Урала. Вот в начале, когда... Когда мяч просто упал в площадку, после передачи Слава Жлобы. Просто не разобрались у Фимца, кому его нападать. Да, Югра начала эту партию лучше, чем предыдущие. Но вот, скажем так, до счета 5. Сейчас Урал вновь начинает наращивать обороты. Два брейка подряд сделаны. 8-5 плюс 3. Кстати, вот вроде бы поживей, да. К первому техническому перерыву при лучшей разнице, лучшие для Урала команды подошли. В первом сете 8-6 и у Фимца вели. Во втором 8-7. Вот Рафель Толгаточ был недоволен Снегиревым и обратно пустил Либера. Кабышева. Кабышева на площадку. Да, чуть-чуть не дотянулся. Чуть-чуть Павел не дотянулся до мяча. Высокая была атака Антона Мысина. Ну, вот показывает главного тренера. Он сидит. И жует. И жует. И обдумывает какой-то план действий. Вот Артем Хабибуллин подает. Да. Подает в аут. Похоже было, что мяч в поле может упасть. Но все-таки аут. Я думал, что сейчас будет. Я думал, что в этот момент сейчас попросит видеоповтор. В Тургут. Нет, не просит. Нет, там, конечно, аут был. Нет, там мяч далеко. В аут. Просто траектория у мяча была такая, что... Кстати, вот это прекрасное создание за спиной у Анжелина Фрегони это дочка Леандра Лесо. Только что была она вошла. Атака первым темпом произошла. Отлично Хабибуллин сейчас пасовал на Тодорова. Не поверил в финский блок. Вот бразильская диаспора в Луфе. Сейчас была на нижнем ряду. Бразильцы. Бразильцы футбольного клуба. Очень дружат с бразильцами волейбольного клуба, потому что целое семейство Леандра здесь. 10-7. Андрей Ящев. Понравился. Такой угрюмый Рафаэль Хабибуллин нашему режиссеру. Ну, ой, блок Казакова-Тодорова. Ну и что, еще? Еще раз? На этот раз ошибается Родичев. Родичев ошибается. 11-7. Тайм-аут Хабибуллина. Очень эмоционально каждый проигранный мяч реагирует. Тодор Алексиев просто выражает свои эмоции после каждого. Неважно же. Хабибуллин сидит, между прочим, а установку проводит второй тренер. Кто это? Андрей Яков. Михаил Позняков. Да, Михаил Позняков. Это он был. Я потому что не очень хорошо знаю тренерский штаб. Но, видимо, он, да. Давайте посмотрим, что у нас в других городах. В Новом Уренгое Файкел ведет 2-1. Шахтер цепляется. Третий сет выиграли 25-22. И в четвертой партии 12-10 впереди Файкел. Здорово сейчас Влад Жлобов в защите. Еще одна атака будет Родичев на двойном блоке. Снова мяч возвращается на сторону Сургута. Пайп и снова блок. Пайп, блок Павла Абрамова. Просчитал Павел, куда Артем Хабибуллина даст передачу. И в нужный момент вставил ручки. И мяч отскочил на сторону соперника. Успел дернуться и здорово. Невысоко перелетел, потому что надо было еще в сторону прыгать. А Павлу, ну, вот этого хватило. Опять же на опыте. У Павла большой и российский опыт, и международный опыт. Он провел в Японии. Сезон на 2, по-моему, если не ошибаюсь. Год в Польше. Сейчас Алексей Родичев перебросил так блок, что из-за висота удивление читается в глазах Фрегони. Висота потерял мяч из виду. Он думал, что... Давайте посмотрим. А, нет, не потерял. Он думал, что... Да, закрыл висота обзор Владу Жлобе. Но там, скорее, это не вина была висота, а... Ну и бедой я назвать не могу. Гренадерский рост у Леандра, и он ему чаще союзник, чем наоборот. Ну вот, хорошо здесь висота забивает. 13-8. Сам будет подавать. Я думаю, будет подавать сильно. Сильно, но в сетку. Так и Грозный с Кузбассом играет. Там второй сет довольно неожиданно завершился. Неожиданно разгромно. Но не скажу, что неожиданно в пользу Грозного. Грозный выиграл 25-16. Мы видели, какая хорошая команда в этом южном городе российском. В Уфе они отобрали очко у Урала. Как сейчас не хватает этого очка. Прекрасно знаете, Урал мог подняться на вторую строчку. Да, и трех очков у вас и от Пермином не хватает. Да, но это другой разговор. Ну, сейчас что об этом говорить. В принципе, все команды теряли какие-то незапланированные очки. Чемпионат в России очень интересный и непредсказуемый. Также «Газпром Югра» обыгрывала Казань на своей площадке со счетом 3-0. И Новосибирск, по-моему. Да, и Урал они обыгрывали. Правда, со счетом 3-2 это была интересная игра в первом круге. Когда уфимцы выиграли первые два сета, но затем уступили... 11-14. Подтягивается по-тихому. Так вот, 1-1 в Кисловодске, где Грозный с Кузбассом играет. И в третьей партии 18-17. Впереди Кузбасс. Вау, подойдет Алексей. 11-11. Казаков. Как-то странно, не слышно болельщиков Сургута. Хорошо, что все так получилось. Да, я думал, екнулось сердечко сейчас у тренеров Урала. Я думаю, у всех она екнула. Единственный связующий, напомню, сегодня в составе, в заявке уфимцев, Владислав Жлоба. Он сейчас приземлился там так, что... Испугались мы, что может получить он травму. Сейчас-то все в порядке. Жлоба в строю и пасует на Висотто. Висотто не добивает. И здесь Алексей в ответ. В ответ. Через антима. 16-12. Второй технический тайм-аут. Мы уходим с четырехочковым перевесом. Ну, это то противостояние, про которое я говорил. Впереди Ащев, мне кажется. Не было у Андрея Блоков во второй партии. Было два в первом. У Тодорова один в первом. Один во втором. И у Ащева один в третьем. Значит, 3-2 выходит. Пока впереди Андрей. Просит концентрации. Но Анджелина похвалила Лада. Что он хорошо проводит матч. Ну, вот я уже говорил, что Влад побретает уверенность. Ему гораздо комфортнее уже пасовать становится. После долгого перерыва не играть это очень сложно. Да, ну и сейчас поправится Фалас как плей-офф, я думаю, может быть... Ну, как говорится, нет худа без добра. Если все будет хорошо с Мигелем, то иметь двух таких сильных связующих на плей-офф, это, ну, бесценно просто для команды. Жлоба подает. Отличная подача. И Висота в метр... Висота с 2 по 2. В метр от сетки забивает Леандро. Ещё одна подача жлоба будет. Что, Эйс будет? Ну, судя по всему, да. Да, Эйс. Эйс жлобы. Второй в этой партии. 17-12. Второй Эйс Влада. И вот он ошибается. 13-18, да. Уже на кураже, наверное, Влад. И плюс 3. Урал впереди. И пока не видно, за счёт чего... Команда Хабибуллина, Рафаэль Толгатовича, может... Вернуться в эту игру. Может быть, за счёт вот таких блоков... Вот Андрея Ащева сейчас заблокировали. Кто там? Тодоров был? Или всё-таки Алексиев? Алексиев, да. Алексиев. Ещё одна подача Артёма Хабибуллина в сетку. 19-14. О чём думает сейчас Рафаэль Хабибуллин? Первый матч плей-офф ему играть... Либо с Одинцовской искрой, либо с московским «Динамо». В 9 часов по Уфе начинают эти команды свои встречи. Там тоже всё довольно запутано. Искре достаточно двух очков для того, чтобы обеспечить себе место выше. А московскому «Динамо» необходимо только побеждать дома краснодарское «Динамо». Хотя краснодарскому «Динамо» тоже нужны очки. Если факел... Ну, факел близок к тому, чтобы выиграть 3-1 в домашней игре. И это значит, что краснодарскому «Динамо» нужна только победа. Чтобы занять второе место. Да, чтобы занять второе место. Я вот думаю, что краснодарскому «Динамо» достаточно поражения на тайбрейке. Да, не будем в эти дебри влезать. Нас они мало касаются. Урал выигрывает эту встречу. Если выигрывает эту встречу, счёт 16-20, напомню. Будет играть в первом раунде с харьковским «Локомотивом». И первый матч состоится 2 апреля в Уфе. 5 апреля в гостях. «Локомотив» хорошо играет дома. Ну, «Урал» в этом году на выезде за границей поиграл немало. И проиграл только один раз. Ну, до этого ещё очень далеко. У нас пока Дмитрий Леонтьев подаёт. Ну, тут уже снимается. Павел Абрамов забивает. И 21-16. На одиночном блоке Павел забивает. Метр седьмой, восьмой. С кем-то улыбается Алексей Спиридонов. С соперниками. С кем-то из игроков. А улыбнулись ли ему в ответ? Потому что я не вижу... Я вот не заметил. Не вижу таких радостных лиц в стане соперника. Вот ещё один блок Павла Абрамова. Я думаю, что Павел поставил за уже, наверное, третий блок. В этой игре. Был у него один блок в первой партии. Да, только до третьего сета был один блок. Да, ну и два блока. В этой партии. Своеобразная такая техника при игре на блоке у Павла. В защите Алексей Спиридонов хорошо сыграл. Алексей даёт передачу. Висота. Висота не ошибается. Скидывает. Ой, Влад. Левой рукой. Ну, жло бы сегодня просто на высоте. Мне кажется, герой матча. И блоки были у него. По-моему, блоков не было. Но были эйсы. Были вот такие атаки. Были отличные передачи. Ну и самое главное. Урал очень близок к тому, чтобы победить со счётом 3-0. Какая подача, Лео. Поблагодарил он болельщиков. Что-то они там крикнули ему. Да, ещё раз. Адсалютовал. По-пионерски. Подача вау до 24-17. Ну что, 7 матчболов у Уфы. И нужно всего лишь один раз сняться с подачи Антона Мысина. Я думаю, сейчас при хорошем приёме Блата даст передачу Алексею. Почему-то мне так кажется. Алексею Казакову или Спиридонову? Казакову. Ну нет. Алексей Казаков сам решил принять. Но у него выбора не было. Переброс. Ну что, будет решающий. Алексей Спиридонов забивает. Завершает. Ставит точку в этом матче. 25-17. Третья партия у нас заканчивается. Не думал, что будет такая лёгкая. Ну не лёгкая, но очень быстрая победа. Да, 3-0. Поворачиваются. Машут болельщики нам в комментаторскую. Довольные, счастливые. Ну здорово, что Урал так на коне вернулся во внутренний чемпионат. Сейчас будет плей-офф. Очень интересная серия с Харьковским локомотивом. Да, давайте пока посмотрим нарезку интересных эпизодов. А это последний розыгрыш. Вы были правы, Андрей. Доверил Алексею. Отличный пайп. Молодцы, скандирует из ДК Динамо. Урал занимает третье место в синей группе. И пятое место в общей турнире. То есть это лучший посев среди участников одной восьмой финала. В случае, если Урал проходит в одну четвёртую, он будет играть с командой из Краснодара или Нового Уренгоя. И тот, и тот соперник очень интересен. Но для этого нужно сначала обыграть Харьковский локомотив. Но ещё не точно Харьковский локомотив. Нет, локомотив Харьков точно будет шестым. Там их не спасёт ничто. Даже если Харьков выиграет 3-0, а москвичи проиграют 0-3, они не догонят по количеству побед. И у нас готово интервью Ирины Салимгареевой. И кто? Герой матча, по нашему мнению. После матча вы комментарии от игрока Урала Владислава Жлобы. Владислав, поздравляю вас с победой. Несмотря на счёт, всё-таки матч получился непростым. Согласен со мной? Да, согласен. У нас ещё был небольшой. После проигрыша последней игры домашней в Кубке Вызова хотели показать болельщикам, что мы хотим выигрывать и стараемся для них выигрывать. Ну, это последний матч регулярного чемпионата. Впереди плей-офф. Со вторым дыханием? Конечно. Начинается всё заново. Сезон сначала начинается, можно сказать. Ну, вы какой-то расклад внутри команды наверняка делали на плей-офф, да? Да, уже примерно там всё известно. Мы играем с Харьковым. На третьем месте, я думаю, закрепились наши группы. На четвёртом в общей таблице. Скорее всего, играем с другой группой, с командой Харьков. Ну, это неплохой расклад для нас. Мы довольны. По зубам? Да, по зубам. Ну, я не могу, конечно, не спросить. Кубок вызова. Два матча, к сожалению, проиграли. Какое настроение в команде после финала? Ну, конечно, расстроились очень сильно. И после домашней игры ещё плюс там в Италии проиграли 3-0. Были расстроены. Ну, оказывается, жизнь продолжается. Поговорили, собрались. Надо играть дальше и забыть просто про те плохие игры, которые случились. Спасибо большое за интервью. Я напоминаю, мы беседовали с игроком «Урал» Владиславом Зловой. Я передаю слово нашим комментаторам. Спасибо, Ирина. Спасибо, Влад. Поправлю немного Влада. На пятом месте мы закрепились в общей турнирной таблице. Да, очков мы набрали больше, чем Краснодарская «Динамо» или «Факел», которые стали вторыми в красной группе. Но по регламенту они будут выше нас из-за того, что они там вторые. Андрей, ну что, во-первых, увидим ли мы вас на площадке 2-го апреля или, может быть, 5-го, не знаю, в этой серии с «Харьковским локомотивом». Как вы считаете? Я думаю, что да. 2-го числа я уже должен быть на площадке. Об этом мне уже сказал главный тренер команды. И я думаю, что с плей-оффа я уже в составе команды. Ну, очень на это надеемся. Нам, конечно, будет...